Рисы обличия, но должны быть красивые глаза, наверное, не знаю, улыбка, ямочки какие-то. Но цвет глаз не имеет значения, просто бывает настолько красивое лицо, что сластивое, что тошнит. Ну, вообще-то, на самом деле, я считаю, что человек может быть не особо красивый на лице, потом к нему присматриваешься, а у него действительно очень красивые черты. Или наоборот, ты встречаешь человека, смотришь, вау, какой он красивый, в действии разговора, потом смотришь, ну не такой же он некрасивый. Ну, это обманчиво, тоже так. Так, внешность, конечно, имеет большую роль. Это должен быть, на самом деле, серьезный взгляд. Ну, я, смотря на человека, могу уже понять, что в ней в голове. Ну, ты будешь идти по дороге, если вы видите серьезный человек, серьезный взгляд, а что стоит такая человек. Я люблю очень, когда люди посмехаются. Потому что это первое, на что я обративаю внимание, это в мужчинах и женщинах, потому что, мне кажется, когда посмехаются не только обличья, но и очи, это действительно посмехается душа. Поэтому я всегда смотрю на густа и на очи. Мои дядя, это мой муж. Вот, а мне нравится маленький аккуратный носик, большие очи. И, наверное, просто, если харизматичная человек, она автоматически стоит хорошая. А человек, ну, большой, высокий, черный, с голубыми очами и хорошая фигура. Мают быть очень большие, как у нас, как у нас в Винничке, они такие хорошие. Взагалі, и лучше, лучше не найдешь. Это может быть славянская внешность. Зазвичай, мабуть, больше мягкие риси обличья мне нравятся, но я не всегда обративаю на это внимание. Мабуть, так. Я пытаюсь видеть у всех людей что-то хорошее, несмотря на то, что от риса обличья и внешности. Риси в обличьях виражлив серйозность, вдячность и в обличье видно, видно людину, ее повагу до других.